Добро пожаловать на вторую беседу из серии «Над облаками». Здесь мы обсуждаем Бхагаватам для того, чтобы применять его. В прошлый раз я оставил вам три задания из Бхагаватам. Первое. Читайте или слушайте каждый день в течение пяти минут хотя бы о Кришне. Второе. Общайтесь с преданными. Лучше всего обсуждайте с ними духовные темы, можно даже по телефону. И третье. Каждый день пойте святые имена Господа. Пойте таким образом, что вы поете для Радхи Кришны, который находится там, в святых именах. Сегодня давайте же обсудим следующий текст, который о трансформации желания. Цитирую. Верховный Господь исполняет материальные желания преданного, если тот просит его об этом. Однако, он никогда не дает преданному таких благословений, которые заставляли бы его вновь обращаться к Господу с мирскими просьбами. Но при этом Господь всегда готов даровать преданному прибежище у своих лотосных стоп, даже если сам преданный и не ищет этого прибежища. «Укрывшись под сенью стоп Господа, преданный чувствует, что все его желания исполнились. Такова особая милость Верховной Личности Бога». Это стих 27 из 19 главы 5 песни Бхагаватам. Мы еще вернемся к этому тексту и обсудим, как Кришна помогает нам трансформировать желания. Сначала давайте зададимся вопросом, что такое желание. Желания — это импульсы, которые возникают перед любой деятельностью, которую мы делаем. Без желаний вы бы даже не пришли в сознание Кришны. Без желаний те из вас, кто женаты или замужем, не были бы таковыми. Без желаний те из вас, кто остаются холостыми или монахами, не были бы таковыми. Желания — это очень могущественные. Они очень могущественны. В Гите Кришна говорит, что этот мир покоится на желаниях. Одна из Упанишат говорит, «Человек существует, существует его и желание, и существует его судьба. Из желания происходит воля, из воли деятельность. А из деятельности последствия хорошие и плохие». Желания находятся на трех уровнях. Желания удовлетворить чувства. Я называю их поверхностными желаниями. Они связаны с импульсами и желаниями чувств. Затем есть желания, которые определяют, кто мы есть. Музыкант, например, монах, повар. Они происходят из более глубоких уровней самскар. И затем есть все еще более глубокие желания. Желания — преобразование. И они исходят из души или сверхдуши, или вдохновлены сверхдушой. Мы будем думать, «Есть что-то большее в этой жизни. Я не удовлетворен тем, кем я стал до сих пор». Если вы не понимаете свои желания, не осознаете их, они будут диктовать вам в жизни. Вы почувствуете, что вас тянут в основном поверхностные желания, которые очень сильно влияют на вас. И они очень громки, можно сказать. Когда вы оглянетесь через 20 лет назад, вы подумаете, «Что со мной произошло?» мною руководили желания, которые не служили моим глубочайшим желаниям. изначально. Проблема с желаниями на нашей стадии в том, что мы разделенные души. Шила Бхакти Сиданта Сарасвати говорит очень прямолинейно. Он говорит, «Мы где-то посередине между прохладой и Хирани Кашипу». Что это означает? Как и у прохлады, у нас есть святые желания, и как у Хирани Кашипу очень материальные желания. И некоторые из них очень плохие. Если вы хотите сделать что-то с вашими желаниями, вам нужно понять процесс формирования желаний. И тех, которые помогают, и тех, которые не помогают. Первая — это стадия размышления, определения желаний. мы начинаем понимать возможности, которые перед нами. Наверное, возможно поесть итальянскую пиццу, затем хотение появляется. На этой стадии, однако, вы все еще отрешены. И вы можете пойти или можете не пойти в пиццерию. Затем идет следующая стадия. Если вы не остановили процесс, вы начинаете хотеть что-то на эмоциональном уровне, чувство. Вы начинаете прибавлять эмоции к этой мысли. Хорошо бы поесть эту пиццу с друзьями, но надо проверить, чтобы она была абсолютно вегетарианская. И отсюда происходит желание, сильная уверенность, чтобы сделать усилия, чтобы исполнить это желание. Мы безжалостно преданы этой цели, не позволяя никаким сомнениям доминировать в нашем уме. мы очень сильно идем к этой цели. Интересно, что как только вы поймете, как формируются наши желания, вы можете трансформировать или преобразовывать желания. Давайте же пройдемся по этому процессу преобразования желания. Первый уровень — это мыслительный уровень. я могу подумать, что для меня возможно осознать себя. Есть также возможность полюбить Кришну чистой любовью. И в это время вам нужно усилить ваши мысли немного. Поэтому чтение или слушание о Кришне либо о жизни его великих преданных, которые уже сделали это, очень важны. И затем вы можете прибавить к этому пониманию возможности что-то, что более сильное. Чувства. Эти чувства усиливаются, когда вы контактируетесь с теми, у которых есть эти чувства. Эти чувства, как только они усиливались, естественно, двигают вас к определенным усилиям к санкалпе. И вы тогда будете полностью уверены и будете двигаться к цели без каких-либо и как только Кришна поймет это, Он будет помогать. Особенно, если вы будете обращаться к Нему и молиться о помощи. В комментарии к этому замечательному стиху Шила Прабхупада пишет преданный может сначала желать что-то другое, кроме служения лотосным стопам Господа. Но если он занимается служением Господу Кришне, Кришна дает ему прибежище у его лотосных стоп, у своих лотосных стоп, хотя преданный не желал их. Господь говорит, он занимается служением мне, но он все еще хочет блага материального чувственного удовлетворения. Такой преданный, который просит меня яда вместо нектара, он подобен человеку, который говорит яду мне, яду, и отвергает нектар. Но я разумный, зачем такому глупцу давать грязные вещи материального наслаждения? Лучше для меня дать ему прибежище моих лотосных стоп. Вишванат Чакравархи Такур приводит замечательный пример. Он говорит, те, кто желает смешанных вещей, подобные друве, но Кришна дает им свои лотосные стопы все же. и он приводит пример. Как отец дает ребенку леденец, хотя ребенок не хочет его, и таким образом ребенок прекращает есть грязь, также Господь дает предному свои лотосные стопы, и это заставляет предного оставить материальные усилия. мы можем только сказать, как в этом прекрасном стихе с удивительным переводом, это особая милость Верховной Личности, которая помогает своему преданному лучше всего удовлетворить свои желания. Спасибо вам огромное за то, что слушали. Увидимся на следующей неделе. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok